Али Акушинского, Али Бекатаховоди и многих групп, где спас дагестанский народ от бесчисленного кровопролития. Он был дипломатом в высочайшей степени, он знал историю Дагестана, он любил Дагестан, был мудрый государственный деятель. Ранных и по сей день в Дагестане нет. Он создал правительство, люди почти что с высшим образованием. Там ни одного человека не было, который сидел за кражу, за убийство в тюрьме. Все были честные, чистые, порядочные люди. Потому, потому за 10 лет ему удалось то, что не удалось под другим за 100 лет. Посмотрите, здесь сказали кор-канал Октябрьской революции. Да, действительно, это величайшая работа. Надо иметь какие силы воли, какое упорство, какой любовь к дагестанскому народу, чтобы перед государством Советского Союза поставить эту задачу и выполнить. Мы иногда, я копаюсь в аркевах, встречаю такие бумаги. А кто же построил завод имени Магомеда Гаджиева? Стоит подпись Корт Масова. А кто же начал строительство центральной больницы? Стоит подпись Корт Масова. Везде, куда бы мы ни смотрели, там везде в чудо. По решению Корт Масова с подписью. Он был величайший строитель, величайший политик, который знал и любил Дагестан. И служил с честью, с совестью дагестанскому народу. То, что он сделал, не удалось никому. Сегодня, я не буду читать тезисы и так далее, и так далее. Я встречался, мне повезло с Тату Балач. Она сказала, я три раза встречался с ней, в ее квартире. Когда я задавал молодой студентке вопрос, она сказала, когда я задавал вопрос о Корт Масере и о Дургере. Корт Масов на три головы был выше всех. Это ее слова. Я встречался многие годы с Гаммитом Ильичем Устамовым. Он сказал, в 35-м году, когда он учился в театральном институте, в троевисерском отделении, Корт Масу пригласил его в гости к себе. Они посидели и так далее. Я был знаком Корт Масу. Гаммит Рустамов говорит, я в моей жизни не встречал такого мудрого, такого культурного человека. Это слова Гаммита Ильича Устамова. И насчет памятника не буду. Что сделано и что будет делаться? Вот сейчас насчет памятника. Насчет памятника. Мы некоторые мерцепатусные личности хотели это место на университетской площади взять. И звонит мне лично. Мы сидели, Галсу Маркозин, тогда уберите камень. А почему? Мы там хотим установить памятник выдающимся ученому. Я говорю, кому? На 5 сантиметров от адвенти камень я устрою политический скандал. Ждут моего звонка, говорят, эндреаулцы, торкинцы, бунакси и башлынцы. Попробуйте, говорю. Вы что, издеваясь над народом? Остановили мы, сделали. Памятник будет. Обязательно будет к 40-летию. В любом случае мы установим. Сейчас мы заказали гранит в Москве для облицовки постамента. Сам макет памятника уже готовый. По что, что не хватает немножко средств. Думаем, государство повернется на нашу сторону и выделит средства. Думаю я, не оставит нас без внимания. Ну, народ не остался без внимания к этому вопросу и активно принял участие. Обязательные порядки. Обязательные порядки. Мы ждали, пока завершится. Выборная кампания завершилась. Мы будем записались на прием к главе республики и к Заревичу Саилову. Этот памятник, между прочим, пока я не забыл, мы давно установили бы, если бы на своде оказался бы Магомед Гусейн Насулькинов и Магомед Султан Байбулатов. Благодаря этих людей мы собирали 2 миллиона 150 тысяч денег. Из них 150 тысяч отдали скульптуру. Остальные раскладывали на остальные средства, постаменты и так далее. Так что, я считаю, о жизни и деятельности Калалкина и Куркмасова пишут и будут писать наши историки и наша литература. Этот человек заслуживает этого. Обязательно останавливаться на этих нескольких книгах. Думаю, наши ученые не станут и будут писать, и будут работать. Есть молодые люди, которые работают и будут издавать свои книги. Я сейчас хочу сказать большое спасибо вам всем, что пришли, приехали. Без вас бы этой конференции, посвященной этому великому человеку, не было бы. Спасибо вам всем. Спасибо.